Следующая недельная глава, которую мы изучаем, Шофтим, Судьи. Это Дворим, Второзаконие, 16 глава, 18 стих, по 21 главу, 9 стих. Автора, пророки Ишаягу, с 51 главы 12 стиха по 52 главу, 12 стих. И Шофтим обычно начинает читать, когда начинается месяц Элул. И это Элул, месяц подготовки к покаянию. Поэтому с недельной главы Шофтим, месяц начинается подготовки к покаянию. К покаянию, перед какими праздниками? Перед Ямим Нараим, грозными днями. И начинается Шофтим, Вешатырим, Титах Леха, Бекольша Рейха, Ашар Гашем Элагейха, Натен Леха, Вешаватейха, Вешавту, Этгаам, Мишпат Цедек. Судьи и насмотрщиков, поставь себя во всех вратах твоих, которые Бог, Сесильный твой, дает тебе для колен твоих, чтобы судили они народ судом праведным. Значит, суди и насмотрщиков, Шофет судья, Шотер, здесь насмотрщик переведен в современном иврите, Шотер это полицейский, а полиция Миштара. Что делает, какая функция полицейского? Следит за порядком, да, насмотрщик, да. Насмотрщик, кстати, как будет по-гречески насмотрщик? Эпископос, да, эпископос, тот, кто смотрит над, смотрщик, да, сверху, эпископос. Во всех вратах это имеется в виду, вы помните, что когда находился Мордыхай во вратах и судил, да, это означает, что он что делал, просто сидел в воротах, это значит, что он выполнял функцию судьи данного города, потому что обычно суд собирался возле ухода, отсюда и парламент, да, кнесет называется, и ворота, это не обязательно мог суд располагаться в воротах, ворота просто место, которое никто не может миновать, да, для того, чтобы войти и уйти. Поэтому самое удобное место, чтобы собирались люди. Но в дальнейшем, конечно, это могло быть в любом помещении. И сказано, что для чего они были поставлены? Для того, чтобы, да, для каленту их, чтобы судили они народ, да, судом праведным. Чтобы они что делали? Видите, отсюда слово «здака» – это праведность. Мы не просто говорим «здака» – это то денежки, которые сдаются на «здаку», да? Но «здака» – это праведность. Это настолько интересно и важно в иврите понимать. И, кроме того, здесь говорится еще о некоторых других законах, имеющих юридический аспект. В частности, законы о еврейском царе, царь Израиля, его права и обязанности. Права кагенов, левитов, живущих вне крама. И опять о праве, допустим, убежавшего раба и так далее. И наказание, указание опять об убийствах, совершенных по ошибке или намеренно, запрет о краже земли, наказание за злонамеренное свидетельство. И очень интересно, что есть ряд законов, которые связаны с подготовкой к войне, и ряд положений, которые должны были соблюдать во время справедливого ведения войны. И заканчиваются законы очищения народа от греха убийства в том случае, когда убийца неизвестен. Это те лица, которые приводят на место убийства. Помните, как мы говорили? Понтий Пилат омыл руки, да? Хотя он совершенно не к месту употребил этот еврейский обычай. Какими же должны обладать моральные качества и судьи? Да, были различные суды. Верховный суд, Санхедрин назывался, состоял из 70 человек, которые были судьями, и председателя, и помощника его, да? Парочка, сладкая парочка, зук пара. И что это нам напоминает? Помните, когда Моисей, да, сделал 10 тысячников, поскольку было 10 тысячников 70, то мы видим, что было где-то около 100 тысяч народа неучченного. То есть, наверное, язычники тоже. Они были, и у них были свои тоже десятники, сотники и так далее. И плюс Моше и Аарон. И это был самый первый Санхедрин. Кроме большого Санхедрина, малый Санхедрин. Малый Санхедрин – это 23 суди. И он располагался... Было два таких суда. Один – ухода в двор храма, а второй – ухода на храмовую гору. В крупных городах Израиля также учреждали суды из 23 человек. В мелких городах суды из трех судей. То есть, мы видим, опять-таки, Сталин ничего нового не придумал насчет своих троек, да? Он взял традицию у евреев. Но традицию выносить смерть приговор должен был только Большой Санхедрин. И если Большой Санхедрин выносил на течение непродолжительного времени хотя бы два или три смертных приговора, да? Он считался кровавым. Можете себе представить, насколько редко это осуществлялось. Потому что всякий суд очень внимательно рассматривал все дела. Видите, задача еврейского суда – это какая? Найти, наказать виновного, видите, исправить, да? Если возможно, исправить. Если невозможно исправить, и единственное средство исправления является смерть виновного, значит, он должен быть что? Казнен. Тюрьмы существовали? Нет. Тюрьмы не существовали. По сути дела, человека брали на поруки, да? И на этих поруках он там максимум мог шесть лет работать принудительно, да? Максимум шесть лет. То есть, пятнадцать лет могли дать ему без права переписки, да? Нет, не могли дать. Если он был непреднамеренно убивал, вы помните, он вообще находился где? Как бы под домашним арестом, да? В городе убежище. И опять, видите, ответственность за таких людей брал на себя первый священник, да? И жизнь его за это сокращалась. Нам кажется несправедливым. А чего же первый священник? Ну, наш Ешио Мессия, он еще больше несправедливость допустил. Он взял на себя все грехи всех нас. Это справедливо или нет? Это несправедливо. Но для нас, слава Богу, что была такая допущенная несправедливость. И вот, какими качествами должны были обладать еврейские судьи. Членами Синедриона, как великого и малого, пишет Рамбам, назначают людей мудрых и понятливых, видных знатоков Торы, наделенных обильными знаниями, знающих также отчасти и другие науки. Медицину, математику, астрономию, астрологию, обычаи гадальщиков, чародеев, колдунов, глупости, идолопоклонства и тому подобное. Чтобы иметь возможность судить об этих вопросах. Это не значит, что он должен заниматься этим, да? Но понятия он должен иметь, потому что различные бывают вопросы иногда и связаны с какими-то определенными видами деятельности. Не принимают в члены Синедриона ни глубокого старца, ни кастрата, ибо им присуща жестокость, ни человека, не имеющего детей, ибо судья должен быть милосердным. Видите, как все учитывалось? Израильского царя не принимают в Синедрион, ибо нельзя спорить с ним и опрогрегать его слова. Но принимают первосвященника, если он достаточно мудр. Хотя цари из дома Давида не заседают в Синедрионе, они могут судить народ сами. И их могут судить. Если царь совершает преступление, то против него в еврейском суде тоже может быть возбуждено судебное дело. Вот если бы Давид не покаялся в грехе с Версавией, что могло бы случиться? Пошел бы пророк, да? Подал бы заяву в суд, и его судили бы. То есть любой царь подсуден. Помните, король, монарх, он не подсуден. Если просто монархия деспот, но монарх соблюдает свои законы. Деспот, он не соблюдает свои законы, что хочу, то и делаю. Конституционный суд, да? Значит, могут судить любого, в том числе и царя, да? Согласно Конституции и существующих законов. И этого, можете себе представить, не существовало ни в одном государстве до этого, да и после этого в многих государствах сейчас такого нет. Согласны? Тут не было вопросов депутатской неприкосновенности. Если человек совершал преступление, да, то кто бы он ни был, он должен был быть, предстать на суд. Хорошо. Следует приложить старания, чтобы все судьи были представительны наружности и знали разные языки. Чтобы синедрон не должен был заслуживать показания через переводчиков. Члены суда, состоящего из трех судей, не должны отвечать всем этим требованиям, но следующее семью качествами должен обладать каждый судья. Мудростью, скромностью, мудростью, скромностью, богобоязненностью, безразличием к деньгам и прибылям, любовью к истине, и уважением, и добрым именем среди людей. Мудростью, скромность, богобоязненность, безразличием к деньгам и прибылям, любовь к истине, уважение, и доброе имя среди людей. Чем могут они завоевать любовь людей? Если они будут независливы, непритязательны, надежны в дружбе, вежливы в разговорах с людьми, они должны быть твердыми в исполнении заповедей, критически относиться к себе, и унимать свои страсти. Итак, судья, прежде всего, должен судить кого? Собого себя. Критически относиться к себе и унимать свои страсти. И тогда они избегнут позора и дурной славы. Они должны обладать стойким сердцем, чтобы суметь отстоять справедливость и спасти притесняемого от рук притеснителя. Здесь говорится о прямом. Ну и помните, что любую заповедь, можно рассуждать в прямом отношении и в расширенном толковании. Расширенное толкование имеет духовный смысл. Вот отмечено, что, интересно, судей и стражников, поставь себе, стоит в единственном числе. То есть, обращение идет ко всем евреям, так? А обращение опять в единственном числе. То есть, это и к каждому из нас относится. Правда? Израиль, как один человек, такой принцип. Поэтому Хаев Витал, ученик Исхака Лурье, говорил так. Судьи и стражников, поставь во всех вратах твоих. Что значит? Какие у человека есть врата? Врата зрения, врата слуха, врата обоняния, врата речи, врата осязания. Поэтому и сказано, судей и стражников, поставь себе, в единственном числе. И это говорится каждому еврею. Судьи и стражников, поставь во всех вратах твоих, чтобы каждый человек строго следил за всеми вышеупомянутыми вратами. Например, чтобы он не смотрел на женщин, запрещенных ему, не слушал запретные речи, не говорил запретные, не ходил за грехом, не прикасался к женщине, которая запрещена. То есть врата, который говорит Хайм Витал, это что? Органы чувств, которые мы общаемся с внешним миром. Значит, не смотреть, не слушать, не говорить, не обонять и не осязать плохое. И это для нас особенно сейчас важно, потому что мы окружены всякой духовной заразой, которая идет через все буквально органы чувств. И поэтому мы должны быть очень осторожными. И не криви судом и не лицеприятствуй. Относится ли это ко мне самому, каждому человеку, да? Потому что мы тоже часто кривим судом и лицеприятствуем по отношению к самому себе. и мешает этому-то опять наша гордыня, самолюбие или идолы, которые находятся внутри нашего сердца. Хорошо. И такие люди, видите, называются теплыми людьми, то есть которые лицеприятствуют по отношению к самому себе. Я вот просто, ну не знаю, как вам, мне это просто открылось. Видите? Обычно так вот у меня тоже были. Вот ты теплый человек, если ты не участвуешь в мероприятиях в церкви. Ты, значит, там теплый человек, если то-то-то-то. Но этот отрывок говорит совершенно о другом, да? Давайте прочитаю внимательно Откровение, третья глава, с 14 по 21 стих. Кто такой теплый человек, да? Ангелу Ладикийской Церкви напиши, так говорит Аминь, то есть имя Божье, Амэн, да? Свидетель верной и истины начала создания Божия. Знаю твои дела, ты не холодный и не горячий. И все. Вот. Значит, знаю твои дела. Дальше не говорится о твоих делах, да? А ты не холодный и не горячий, это говорится о делах или о твоем внутреннем состоянии. О состоянии сердца, да? Знаю я твои дела. Твои дела могут быть, короче говоря, великолепны, абсолютно безупречны. Я знаю их. Но не об этом сейчас речь. В чем проблема? Ты, да? Не горяч и не холодный. Не на твои дела. И не та небрежность или брежность, которую ты допускаешь. Вот. Твоя проблема в тебе самом. Значит, если бы ты был холоден или горячий, но так как ты тепл, а не горячий, не холоден, то изверну тебя из уст моих. Видите, маятник, да? У всякого маятника есть мертвая точка. Если маятник находится в этой мертвой точке, да, он не качнется ни вправо, ни влево. Для того, чтобы маятник начал качаться, он должен удалиться от этой мертвой точки, да? Либо в эту, либо в эту сторону. У всякого двигателя есть мертвая точка. И мы знаем, чтобы завести машину, раньше крутили ручку, да? Помните? Да? Для того, чтобы она проскочила эту мертвую точку, да? Как только проскочит эту мертвую точку, начнется там сживание топлива, впрыскивание и так далее, и весь цикл пойдет. Но пока автомобиль находится в этой мертвой точке, да, что бы ты с ним там ни делал, хоть молись там возле него, прыгай, читай ему там разные нотации, но когда ты наконец взвинишься с мертвой точки, он так и не взвинется, да? Вот так и человек. И в чем проблема этого человека? Ибо ты говоришь, я богатый, я разбогател и ни в чем не имею нужды. Видите, в чем духовная слепота? Я богатый, я разбогател, ни в чем не имею нужды. Многие из нас тоже так. Вот я уже спасен, я то, я все, я абсолютно праведен в Господе, я абсолютно совершенен в Господе. Ну, это когда ты в Господе? Ну, в Господе ли ты сейчас, в данный конкретный момент, да? Вот в чем проблема. Я богатый, я разбогател, я ни в чем не нуждаюсь, а не знаю, что ты несчастен, жалок, нищ, слеп и нах. Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться и белую одежду, чтобы одеться и чтобы не видна была сформата наготы твоей. И глазной мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. И так будь ревностен и покайся. И мы еще раз говорили, что это говорится о чем? Для верующих, да? Это не говорится покайся для неверующих. Ну, то есть неверующим мы тоже можем сказать, вот Иисус стучит в дверей твоего сердца. Но здесь говорится о верующем человеке, просто который довел свое сердце до такого состояния. Вот стою у двери и стучу. И мы помним, что вот эти судьи и дальнейшие главы, да, которые в этом месяце элуль считаются, они связаны с чем? С покаянием, да? И есть такое шульц-кнокер. Шульц – это синагога, да? Шульц – синагога. Шулер – это, кстати, служка в синагоге. Это просто название такое уже переносное, да? Но многие вельские словечки они используются, да. А шульц-кнокер – это синагогальный стукач. Не в том смысле, что он стучит на своих товарищей, а уходит с колотушки, да? И призывает народ на вечернюю молитву. И вечерняя молитва здесь тоже говорится о том, что будешь вечерить, да? Вечерить. Я буду вечерить с ним, а он со мной. То есть, так как практика такая же существовала и во времена Ишева. Побеждающего дам сесть со мной на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим. Видите? Значит, это не критика дел. Дел много, Бог их знает, не отвергает, но они для него ничего не значат. Я еще раз говорю, помните, наши дела что-либо значат для Бога? Ничего. Да? Но та любовь и то смирение, которое мы приобретаем, вот это они очень много значат. Хорошо. Значит, я разбогател, ни в чем не нужды, это гордыня самоправедности, успокоенных своему состоянию. То есть, отметьте, что по определению, которое здесь четко сказано, теплый человек это тот, кто не видит своей духовной нищеты. Согласны? То теплый человек тот, который не видит своей духовной нищеты. То есть, если человек перестает расти в Боге, он уже становится теплым. Так, случаю. Это шутцинокер, призывающий людей к покаянию. Хорошо. Золото огнем очищенное. Вы помните, что золото, с одной стороны, как вы уже писали в тесте, это символ жертвы, да? С другой стороны, как очищает золото? Путем переплавки. Да? И выплывляет до высокой температуры, и вся пена, да, она отделяется от него. То, что сгорает, а другая часть, которая не является золотом, она сливается, да, в виде какой-то такой вот отдельной фракции, и золото остается чистым. То есть, способ очистить золото, провести его через огонь, да? И во многом и человек, и весь народ Израиля связан с этим, и, говорится, проведу через огонь, проведу, очищу. Дальше, потом говорится о белой одежде. Белая одежда, это не всегда праздничная одежда, чтобы вы поняли, в еврейской традиции, и у китайцев, это у европейцев цвет черной траурны, черной траурны, это связано с греческой, с греческой традицией. А у китайцев и у евреев какой цвет траура? Белый. Угу, да. Видите? То есть, китль, китль, вот этот костюм называется китль. У офицеров царской армии тоже были китли белые, да? Вот этот костюм, кающийся, который одевается специально на Йом-Кипур. Ну, некоторые даже одевают из-за неимения такого костюма белые халаты. В медицинских халатах идут прямо в синагогу. И получается, синагога, похожая на сбор медиков. Глазная мазь, видите, шемен, шемен, это говорит о помазании, да? Помазающий или помазанный машех. И мы все помазаны. А также указание на что? На Дух Святой. И елей. Елей, опять-таки, для чего? Для того, чтобы исцелить духовные глаза. Помните, я вам рассказывал, есть айн тов и айн ра у еврея, да? Добрый глаз и злой глаз, да? Вот для того, чтобы исцелить злой глаз, надо его помазать мазью. Вот представьте себе, что у нас сейчас нету, а у некоторых народов, живущих в пустыне, существует такая болезнь тракома, которая часто вызывала слепоту. Из-за чего? Это такой конъюнктивит, да? Потом уже присоединяется инфекция, конечно, и роговица становится непрозрачной. И если в пустыне очень жаркий, сухой воздух, да? И что необходимо? Чтобы роговица увлажнялась. И нужно что? Смазывать. Есть у нас глазные мази, когда человек заболевает и они мажут, да? Вот. Вот глазная мазь. И это тоже помазание, чтобы исцелить духовные глаза. Хорошо. Глаз не помазанный или им солнце, а Бог есть подобное сияние солнца, повреждает и вызывает непереносимую боль. Еще что исцеляет глаза? Слезы. Вы знаете, слезы человека являются самым сильным таким антибиотиком. Да? Слюна, а слезы еще больше в мире. И слеза, которая попадает в глаз, она тоже очищает. А когда у человека слеза попадает в глаз? Да? Когда он плачет, да? Когда он тоже кается. Да? Вот. Слезы покаяния исцеляют глаза. То есть, теплый человек, это который не видит своей духовной нищеты, и это серьезно духовно больной и духовно слепой человек, считающий себя здоровым. Ну, а не здоровый, а больный нуждается в Иешуа. Поэтому, если человек здоровый, то он, конечно, не нуждается в Иешуа. Если он думает, что здоровый, он что? Тоже думает, что он не нуждается в Иешуа. Хорошо. Так, как принимается решение у евреев? Значит, в те времена, когда был Синедрион, да, решалось это в вопросы Синедриона. Но что же делать, если Синедриона нет? По этому поводу есть другая заповедь. Приди к судье, мудрецу, который будет в те дни. В настоящее время функции еврейских судей кто выполняет? Равины, да? Равины. И если это община еврейская, мессианская община, то тоже может быть равен, да, могут быть люди специально, старейшие, которые назначены для решения таких вопросов. Значит, приди к суде, мудрецу, который будет в те дни. То есть, это означает обратись к Равину с вопросом, если ты не знаешь, как поступать, или за советом, если собираешься предпринять серьезное действие. Какова же цель суда? Это я буду сейчас говорить по Араву Бетзону Зильберу, по Араву Моше Вейсману, то есть, вот таких еврейских классиков. И требования, да, справедливости, к справедливости стремись, или к правде, к правде стремись. То есть, справедливость и правда это что? Одно и то же, одно и то же слово. Если ты хочешь справедливости, да, добивайся ее справедливо. Можно ли справедливости прийти несправедливым путем. Видите? Поэтому к справедливости, справедливости стремись. И может быть переведено к справедливости, как справедливо стремись. Вот такой удивительный еврейский язык. Правда? И к правде, правде стремись тоже. Хорошо. Ну, например, один человек должен другому три тысячи шекелей. Так? А, трем людям три тысячи шекелей. Каждому по тысяче. Тот, который должен, отрицает этого. Свидетелей нет. Трое обиженных кредиторов решает. Пусть ицом в суде выступит один из нас, а двое будут свидетелями. И получим наши три тысячи и честно разделим их между собой. Тора запрещает такие действия. Еще я говорил, что Тора запрещает такие действия и компромиссы, когда один из преступников, да, указывает на других. Вот мафию, которая существовала в 30-е годы в Соединенных Штатах Америки, вот, никак не могли обезвредить, да. И в конечном счете их даже посадили всех, даже не за свои мафиозные дела, а за уклонение от налога. Там нашелся один человек, которого звали бухгалтер, или его кличка была бухгалтер, или он действительно был бухгалтер, да. Вот, вы смотрели эту историю, да? Да. И его поймали, в общем, короче говоря, и он дал показания на всех остальных, да. Да. Или берут какого-то из преступников и говорят, что если ты покажешь на всех остальных, мы тебе простим твое преступление, то еврейский суд запрещает такие вещи. То есть, цель, она не оправдывает средства, правда? Потому что плохие средства, они губят хорошую цель. Они губят хорошую цель. Хорошо. Или еще такие вещи, что свидетель, отметить, свидетели не верят, если он дает показания о самом себе. Допустим так. Два свидетеля, А и Б, говорят, мы видели, что такой-то убил своего соседа на нашем заднем дворе 5-го ава в 11 часов вечера в шаббат. А два других свидетеля, допустим, С и Д, говорят, вы не могли видеть этого, потому что 5-го ава в 11 часов вечера мы видели, как вы выходили из дома такого-то человека, который находится в другом конце города. То есть, два других свидетеля утверждают, что, да, они видели, как те находились свидетели в другом месте. Что получается? В другом месте, как называется по-гречески или по-латыни, алиби, да? Да? Алиби, да. Но свидетели не верят, если он дает показания самому себе. Поэтому первым двум свидетелям не верят. Они говорят, мы были там-то, да? Другие не говорят о себе, мы были там-то, они говорят, мы видели вас. Вот это правило, оказывается, было еще во времена Ишуа. Помните? В одном месте Ишуа говорит, если я свидетельствую о самом себе, то мое свидетельство, что неверно. Это подтверждает, что такой закон, это устная Тора, но он в то время существовал. И с другой стороны, он говорит, если я свидетельствую о себе, мое свидетельство верно. В чем же разница? Первый раз он говорит с человеческой позиции, а второй с позиции Бога. Потому что Бог кем свидетельствует? Самим собой, да? И свидетельство Бога, естественно, в данном случае принимается. Хорошо. Следующая часть нашей недельной главы о еврейской армии. О еврейской армии. Мы говорили, что Бог понимает войну как необходимость, да? Это жестокая, но необходимость. Бог, конечно, не за войны. Вы сами понимаете. Но в нашем незавершенном обществе война является естественной необходимостью. По этой причине Тора, она не является пацифистской. Если ты нужен, то вынужден воевать. Ты должен воевать. Хорошо. Новый завет. Где можем мы найти места, которые подтверждают эту же мысль? Правильно. Значит, видите, Иоанн Хамонбиль, да? Креститель, как говорят. Он говорил тем воинам, которые там были, он же не сказал, все, ребята, вы стали христианами, теперь бросайте оружие и расходитесь под оман, да? Он только говорил, чтобы они не ввели каких-то действий противозаконных. То, что говорят, да? Не объезжали население мирное, не совершали преступлений, не грабили и были довольны своим жалованием. Да? То есть, видите, определенные правила. И еще сказано, что тот, кто ночит меч, да? А это что? Он Божий судья и защитник Божьей справедливости. Правда? Итак, солдат, он кто? Есть. Божий судья. Божий судья. И Божий суд также совершался часто посредством войн. Поэтому нет оснований, да, для того, чтобы, ну, некоторые динаминации. Я даже считаю, что это как-то нечестно по отношению к другим. Получается так, твой сын, ты сделаешь все, чтобы он отверделся от воинской службы. А пойдет сын и верующего. Так ему и надо. Он же не верующий, а нечестивец. Вот хай пусть и служит. Но даже вот если с точки зрения обычного человеческого понимания, да, это же эгоизм. Это же эгоизм, правда? Вот мой сын служил в армии, и Бог ему давал удивительные, чудесные вещи. Вот, хотя некоторые пятидесятники его осуждали за это. Ну, ладно. Я считаю, что ему служба в армии тоже пошла на пользу. Не в том, что он был плохим, а потом стал хорошим, исправился. Служба в армии никого не исправляет. Правда? Если человек был плохой, так он еще хуже становится. Но, по крайней мере, приучает к дисциплине. Приучает к дисциплине. Хорошо. Итак, когда, двадцатая глава, первый стиль. Когда ты выйдешь на войну против своего врага, не сказано, если ты выйдешь, а когда ты выйдешь, значит, весь вопрос, когда это будет. И увидишь коня и колесницу, народ многочисленнее тебя, не бойся. Причем, коня и колесницу, заметьте, употреблены в единственном числе. И это показывает божественное обещание. Когда еврейский народ исполняет мою волю, то все кони и колесницы врагов и прочее снаряжение станут передо мной, как один конь и одна колесница. Вы превосходите своих врагов в праведных делах. Вы потомки своих прородцов, которые и обещал умножить их род. Видите? Интересно. И в некоторых случаях даже в современной израильской армии так было. Был случай, когда один солдат израильский с автоматом УЗИ бежал за целым батальоном отступающих арабов и кричал «Ух, гады! Трусы проклятые! Вы еще мужа моего не видели!» Это уж это блаженство солдат. И один будет побеждать тысячи, а двое сколько? Две тысячи? Десять тысяч. Десятки тысяч. Видите? То есть, когда еврейский народ исполняет свою волю, то все кони и колесницы врагов становятся как будто бы одна единственная. и, переходя через Ямсуф, сыны Израиля пели «Коня и всадника он сбросил в море». Один ли там конь был или один был всадник? Много, да? Много. Согласно Арамбаму закон царей говорит так «Тот, кто искренне и бесстрашно воюет и думает только об освящении имени Бога, может быть уверен, что на него не пойдет никакое зло и ему не причинят никакого вреда». Тем не менее, Беркат Перец объясняет, что солдат должен быть всегда готовым расстаться к жизни, ибо его мысли могут быть несовершенны. И сатана обвиняет его в момент опасности. Поэтому не надо думать, что если мы верующие, то мы всегда будем живы. И верующий тоже погибает. И перед тем, как начиналась война, каждый проходил свой такой тест. Выходили левиты и говорили, кто недавно построил и купил, наследовал новый дом и не осветил его, то есть человек еще не жил в этом доме, не вставил медузу, кто посадил и купил, и наследовал виноградник, и не наступил еще четвертый год, когда плоды можно употреблять, или тот, кто обручился с женщиной и не успел жениться на ней, то те пусть выйдут со строя. А слова Кагена повторял офицер, который добавлял, тот, чье сердце трепещет и кто дрожит при виде обнаженного меча, тоже должен вернуться домой. И так как уходило много людей, то никто не знал, уходит этот человек из-за трусости или из-за того, что у него были определенные обстоятельства. И поэтому мы видим, что израильская армия действительно не своей численностью брала, но сплоченностью. Но сплоченностью. Потому что если человек воюет, а сам думает о свине, о свине, о своем винограднике, да, хотел сказать, о своем винограднике, вы понимаете, мои мысли, они мне показали пять минут, они торопят меня. Как говорится, да, мои мысли, мои скакуны. О своем винограднике там, и о своем доме, и, естественно, он тоже будет малодушным. Хорошо. Коген, помазанный на войну, четырьмя ободрениями призывал евреев не бояться врага. И они с шумом ударяли щит о щит, чтобы произвести страшный грохот. Их лошади неистовсты рыли землю копытами и ржали. Они трубили врага и трубы. Они издавали устрашающие воинские крики, поскольку такая тактика заставляла врагов трепетать и содрогаться. Ахаген предупреждал евреев, да не будут мягкими ваши сердца. Не бойтесь лязга их щитов и не трепещите, услышав трубные звуки, не страшитесь их боевых гимнов. И мы видим, что даже правило ведения войны, это была, можно сказать, первая Женевская конвенция. Например, осаждая город, окружайте его не со всех четырех сторон, а только с трех, тем самым оставляя для осажденных путь спасения. Видите? если кто-то хотел из города уйти, ему что? Давали, да? Никогда не добивай врага. Дай ему возможность уйти. Может быть, когда-нибудь он станет твоим другом. Согласны? А вся тактика всех воинов всегда говорила о том, что нужно добить врага. Концепция Торы не уничтожать и не растрачивать попус творения бога. И только если враг упорствовал или это были язычники противные богу, тогда, может быть, приходилось уничтожать и весь город. И последнее, то, что негостеприимство это тяжелый грех. И мы говорили, что существовал специальный для чего это традиция. Традиция такая. Брали телицу, да, которая не носила ерма и убивали ее на месте где производилось, где было совершено преступление, если человек погибал между двумя городами и не знали, какой из городов виноват. Причем шеи телицы ломали старейшины ближайшего города к месту трагедии. Затем старейшины омывали руки в долине, что символизировало их невиновность в преступлении и когены умоляли бога об искуплении, потому что сам факт убийства может быть приписан недостаточному усердию в молитве и службе. И они как бы совершенствов не исполняли службу святилища, но бог совершил несчастье. Значит, какая-то была проблема. Левиты и когены недостаточно научили народ. Хорошо. Правила царей ну ладно. Уже закончили, да? Хорошо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!